Вы наплевали на права, на свободу человека, на свободу слова, на мнение людей. Вы говорите с телевизоров, пропаганду пускать о том, что Левада Центр выпускает, что 50% хочет уехать в страны. Да все 99, все. Никто не хочет в этой жить в стране. Тогда когда тебя за репост, за мнение, за что-то еще, за неуважение власти сажают. За что вас уважать? Это уже, наверное, второе видео, которое записывается. Какого вас? За что вас уважать? Вас хочется? Снимайте государство неприкосновенность с себя. Мы хотя бы вам подойти сможем спросить за все. Просто. Я лично, молодой мужик, готов выйти и вам всем в вашей Государственной Думе. Вы за тех оплачущих пенсионеров из-за нищих пенсий, за лазящих по помойкам пенсионеров, за своих детей. Чтобы мои дети в этой стране так росли, как сейчас я рос, и сейчас как и мы выживаем, и мои дети выживают 50 рублей, 50 рублей, пособие убрать на ребенка, а Греф вот этот в момент Сбербанк снимает 65 рублей за мобильный банк. Это как так получается, что я государственным выдележем не могу даже покрыть мобильный банк Сбербанка? Это как так? Вот я вам клянусь, такая ситуация была. У меня подруги, она безработная, получает 50 рублей пособие. Ей пришло, и тут же 65 рублей банк снимает за мобильный банк. Ну я, да даже не представляете, как я смеялся, это что за страна такая? Это как понять, вы себе делаете пенсии миллиардные, миллионные зарплаты, миллиардные откаты и так далее, а людям вы делаете мрот, прожиточный минимум? Вы правда думаете, что люди дальше будут так сидеть? Я вам клянусь, клянусь с вами детьми, я лично буду присутствовать на всех митингах, на всех протестах и так далее. Вас надо просто казнить в гаге, повесить за то, что вы делаете. И если вы дальше будете говорить по телевизору, пропагандировать о том, что у людей все, я буду каждый день выходить с таким эфиром. Вы нас уже, я вам от народа говорю, от нищего, квартира есть, машина есть, да вот квартиру ты платишь, ипотеку, машину заправить не можешь, потому что бензин стоит. Везде все повышается, я серьезно говорю, вы довели страну до того, что молодые ребята, так нет, ребята, это вы, а мы молодые будем заново восстанавливать эту страну. Молодец парень. С матюками, на эмоциях, но честно. Честно, я в душе. Вот что говорят люди постарше. Мне 82 года, и я вот с узлами, то сколько они пропадут от Путина, чтобы они все там сто... Вот видите, за сколько отдаётся? Сколько стоит книжка? За 30 рублей. Молодец, ну сколько в день удается вам вот продать? Да нет, вы даже тошно говорите. Молодёжь молчит. Я поражаюсь, как эта молодёжь молчит. Почему она молчит? Боятся, наверное. Ну чего боятся? Вот смотрите, вот во Франции я, между прочим, по роду работы очень много по Европе ездила. Очень много. Ну, скажите вам, кем я работаю сейчас? Кем вы работали? Инженерком фундирования по представлению ракетных топливов. А сейчас я не ищая, дядь. Можете представить? А сейчас я не ищая, приманчивый светло. И сколько же вы проработали? 45 лет ровно на заводе. Бабгаль, что вы думаете дальше делать молодёжи? Что делать? Не молчать, не прятаться, собираться, общество собирать, выступать, а что-то делать. Байкоты устраиваю, двоих-троих заберу, но всё равно уж отпустят никуда, нет сам. А сейчас жизнь-то, что в тюрьме 4 тысячи хуже. Только такими, если люди не понимают слов. Какой-то раз вообще голосовали за Путина? Нет. Вы чё, сумасши? Я сама работала в выборной кампании, сама. И я знаю автобиографию этого Путина, вот, с миллионом. Он за злющим, заморышем рост. Его ж не любили, его не признавали, и он задался целью, что выросли я вас всех. Вот он это и сделал. Но вы вообще верите, что в России может быть сейчас что-то по-другому? Вот уже ничего не верится. Я не знаю, как, потому что молодёжь посильная. Молодёжь посильная. Разве можно? Ударят его, он молчит. Ещё раз ударят, он молчит. Повышают, но ведь цены через каждые три дня повышают. Ну бойкот, устраивайте. А оккупируйте. Ну почему вы 80, сколько вам лет? 82 года, это всё понимается, молодёжь нет. Не знаю. ТОНГ. ТОНГ. ТОНГ.